Привет, дорогие зрители, с вами снова Артур, и сегодня мы посмотрим Assassin's Creed Origins. Мы начинаем его проходить, но пока что игра еще не вышла, она выходит 27-го. Соответственно, я, как в таких случаях часто бывает, связан условиями эмбарго. Я не могу вам показывать многое, условия эмбарго в данном случае драконовские. И поэтому мы просто пока что сложим свои впечатления по поводу этой игры, посмотрим немного сюжета, потом, если будет время, посмотрим немного открытого мира, потому что игра на самом деле темная лошадка. То, что я видел на демонстрациях и в интернете, оно достаточно противоречивое. С одной стороны, достаточно буратинообразные персонажи и поверхностный сюжет, с другой, офигительный сеттинг древнего Египта и геймплей, который мне нравится. Мне нравится геймплей Assassin's Creed, не последних частей, допустим, Синдикат мне не зашел. Тут что-то похожее на Black Flag по ощущениям, и именно поэтому игра меня привлекает. Но на самом деле, пока что говорить еще рано, хорошая игра или плохая. Я вам просто покажу свои настройки. Игра сейчас на самых высоких настройках. Что еще в опциях у нас здесь есть, вы можете посмотреть. Русский язык на озвучке. Это, опять же, решайте сами, хорошо или плохо. Для каждого это по-разному. Вот. Поэтому просто давайте начинать, и будем надеяться, что это все будет как надо. То есть, как надо. Я управляю. Стоило нажать кнопку, и все пошло. В общем, во время сюжетных сцен я по большей части постараюсь молчать, потому что, ну, нам нужно понять, что тут с сюжетом. А там уже будем разбираться, что и как со всем остальным. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Это, если что, был главный герой. И здесь вся замута вокруг Птолемея, по крайней мере, начальная. Так ты, Миджай Сивы. То есть, это интересный персонаж. Здесь из него сделали настоящего злодея. Я Миджай без фараона. Видишь? Это же мое имя, Нек! Тебя найдут. Найдут и убьют. Во сне! Во сне я больше не сплю. Я жду в тенях. Я убью вас всех! Каждого, кто дышал воздухом Сивы в тот день! Сурово. У главного героя определенно какие-то проблемы. Что-то случилось год назад. В игре боевка, которая серьезно так изменилась по сравнению с предыдущими частями. Тут теперь она похожа на Dark Souls. Ну, так говорят сами разработчики. Я бы сказал, что потому что я успел на демонстрациях попробовать. Она скорее похожа на Hellblade. Помните недавнюю игру? То есть, такое своеобразное достаточно. С перекатами, воротами. Ну, ты на самом деле не волнуйся. Тебе сейчас тоже туда же отправят. Здравствуйте. У нас тут For Honor завезли. Давай, бей меня. Мой щит держит. Я не вижу своей выносливости, ничего не вижу. Поэтому сложно ориентироваться. На самом деле, она тут должна быть. Хорошо, хорошо. Так, есть у вороты. Окей. И если поставить нормальную боевку, то есть сложность там... Так, это было скриптовано, я ничего не мог сделать. То может получиться интересно. А может и нет. Мужчина занимательный такой. Ну, ты голову выше меня. Ой, да заткнись уже. Ебат! Хватит сражаться. Я не хочу убивать тебя. Вопрос чести. Беремся насмерть. Ну что ж. Что прикольное, из-за того, что знаю, здесь очень большое разнообразие оружия, там, доспехов и тому подобное. То есть, такое я люблю и при этом очень много аркадных элементов. Такое я не люблю. Допустим, здесь есть какие-то управляемые стрелы и что-то такое. Все сложно. Вообще, на первых демонстрациях игра выглядела отвратно. Ну, то есть... Она выглядела как какой-то симулятор войны с гиппопотамами. Короче, это сложно объяснить, но это... Вау! Ты что творишь? Это я тебе не прощу. Хорошо, две кнопки нажимаешь, делаю Fatality. Допустим, когда я был на демонстрации Синдиката, Assassin's Creed Синдикат в Москве, там тоже была ранняя версия еще, и она выглядела откровенно хреново. Потом, в результате, получилась довольно хорошая игра, которая понравилась многим. Так, у вас новое оружие, нажмите, чтобы выбрать его. У нас есть инвентарь, в котором мы можем делать вещи, да? Угу, допустим, есть костюм. Стыдная кобра. О, прикольно. Но пока менять не будем, потому что там типа сюжет, все дела. Это у нас запретзаказ, похоже, все. Тоже пока не меняем. Змеиный щит. Допустим. Это запретзаказ все, да? Ну, я предзаказ не делал, мне игру Ubisoft предоставила, но тем не менее. Так, хорошо, клык. Это медленная что-то дубина. Булава. О, с булавой может быть забавно. Качество 6. Так, 38. Опять? С булавой побегал. Ну, типа, разбивать головы, это весело, на мой взгляд. Выглядит пока игра чисто там в графическом плане очень даже. То есть, вполне себе так симпатично. Мне чисто визуально она очень нравится. Мне не нравится главный герой. Бывает такое, что... Что герой сразу заходит. Здесь такого, по крайней мере, у меня нет. Скоробей. Сейчас как в мумии. И тому подобное. Удерживайте вправо, чтобы достать факел. Не вопрос. Игра, знаешь, больше воспринимается не как ассасин. Управление кардинально другое. Она воспринимается почему-то, как я бы сказал. Именно по управлению. Так, это что за притормозы были? Примерно как Uncharted последний вот этот слой. Что-то, короче, такое. Это на самом деле немного странно, но вот у меня такое ощущение. Так, хорошо. Я там сзади пропустил тут всякие ходы, но в принципе мы с вами сейчас постараемся просто выбраться в открытый мир. И постараться его зацепить побольше. Я не знаю, будет ли одно видео до выхода или побольше. Посмотрим по обстоятельствам. Хорошо. То есть по тому, как пойдет. Понравится, не понравится, там уж посмотрим. Ну там я вижу, как что-то есть. Сейчас ходим, посмотрим. Ого, тут сокровищ. Сокровищ хватает. Таким образом я все подсвечиваю. Я думаю, кстати говоря, судя по тому, что я там по инфе почерпнул, здесь будет примерно так же, как в предыдущих частях. Можно будет, ну, просто проходить игру, не заморачиваясь, а можно будет за деньги покупать какой-то дополнительный лут. Там всякие бусты, экспы, чтобы быстрее прокачиваться и тому подобное. Но при этом в игру достаточно свободно можно будет играть и без этого. То есть те люди, которые в Синдикат играли или в Assassin's Creed Unity подтвердят. Такого бреда, как в Lord of the Rings Shadow of War недавний. Тут, я надеюсь, не будет. Потому что в предыдущих частях все было заметно более адекватно. Для весины кедра. Я не знаю, зачем я все это собираю. Я даже не знаю, для чего я все это собираю. Я просто бегаю и дичу. На самом деле нам по той стороне надо идти. Не, чисто графически мне игра очень нравится. То есть графика здесь приятная. И сама атмосфера как-то прикольная. С прыжками надо будет привыкать. Они немного странные. Нам явно он туда вперед, потому что я его видел. Давайте глянем, что у нас здесь. Здесь опять блестяшки какие-то, скорее всего. Ого. Нихуко себе. А факел можно кинуть как-нибудь? А у меня еще один есть. Откуда я его беру? Допустим. Я какой-то маг, походу. Который кастует себе эти факелы. Ладно, я туда не пойду. Я пойду на выход. Управление одноклеточное. Зажимаешь кнопку вперед, бег. И он сам там прыгает, бегает, пригибается. А, вон там. Свет. А, туда? А, вон туда, наверное. Мне нравилась система в синдикате. Ну, в последних ассасинах. Когда ты зажимаешь бег и кнопку А, по-моему, на геймпаде. И он бежит наверх, то есть запрыгивает по всему. Вот это факел. Вот это я понимаю. У меня факелы какие-то заговоренные, походу. Здравствуйте. Что там происходит? То есть, они бесконечные, они еще и стены проламывают. Простите. Я думал, мы сейчас поставил, все пройдем, нет? Походу нельзя. О, я в две руки взял это оружие. Смотри. Так, надо помечать цели. Непривычно. Что происходит? Я кого-то труванул уже, похоже, донатная вещь. Он у меня автомат... У меня щитом что-то, смотри. Я просто могу его держать. Так, ладно, это имбалансная вещь. О, я... Так, хорошо. Это все, типа, прикольно? Я его заразил. Это все прикольно, конечно, но я это снимаю. Отравление при блокировании. Хорошо. Тебе это, парень, уже не поможет. Ты у нас уже ходячий мертвец. А в целом, получше, родной. Впах! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я пришел встретить тебя. Ха-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как я рад. Ты отпустил бороду? Кот не виделись, друг мой. Сладкий вкус битвы. Я его уже забыл. В Сиве все подчиняются солдатам. Боятся их и смерти. Я убил человека в маске. Заплю. Еще чуть-чуть. Идем. Ты поди устал. Отдохнешь. Нет. Не могу. Сначала я выпущу кишки всем тварям в масках. Боки. Как же я скачал. Где твой верблюд? Я ничего не хочу сказать, но пока что... Лошадка. Кто убил лошадку? Главного героя прикольная анимация. То есть лицевая ужинка, всякие вот эти вот повадки и тому подобное. Платва! Верблюд! У него тоже верблюд? Охо-хо-хо, прикольно. Поехали, сэн. Как вы расправляетесь без меня? Нам непросто, Байк. Но у остальных, даже у сюжетных персонажей в сюжете... Отвратительная лицевая анимация. Здесь лагерь. Делают, что хотят. Лагерь в Сиве? Талемей держит эти земли в повиновении. А я лишь пытаюсь уберечь людей отбитых. Рад, что ты. Эмпатично. Напоминает Conan Exiles, на самом деле, вот это место. Conan Exiles при всем, при том, что был хреновой игрой. Вступление там было клевое. Мне нравилось. Тут что-то похоже. Не, сеттинг вообще как бы... Вот все, что пока происходит, мне нравится. Пока что нравится. Делай, что смогу. Но не забывай. У меня есть своя цель. Знал, что ты нам поможешь, Сэн. Что случилось? Солдаты не знают жалости. Если думают, что кто-то им собрал, сжигают всю деревню. Что похоже. Эмп, ясно. Суть в том, что Птолемей, он достаточно интересным персонажем был в плане того, как он себя вел. Он был придурковатым, но при этом очень неплохо так... Очень немало сделал для земли египетской. А здесь его выставляют просто каким-то кровавым тираном. Ну, Assassin's Creed и история, это, конечно, тоже такое себе. Открыта новая область. Сива. В Assassin's Creed Unity или там в Assassin's Creed 2 тоже по истории сидишь, читаешь такой, с немного историю помнишь, такой... Твою мать, короче. Ошибка вот. Птолемею Филопатору, правителю Египта. Эй, ты! Стой! Что за проблема, я не пойму. Все нормально, я только учусь водить. Я никогда не водил... Ваш священный дурь. Что? Я никогда не ездил на верблюде, простите. Никогда. Простите, простите. Так, ладно. Это уже не весело, надоело. О, я могу следовать за ним, смотри, как в Ведьмаке. То есть я просто нажимаю, и оно делает дела. Я бы пошел по открытому миру. Ну, посмотреть вообще, че как, че есть. Она покупает прав. Хотя ладно, тогда прав никаких не было. И обязанности тоже. Так, хорошо, давайте посмотрим. Мы с вами находимся здесь. За все вот это время мы проделали достаточно большой путь. И вот так вот выглядит вся наша локация. Либо можно отдалить и увидеть, что на самом деле это маленькая часть локации. То есть, по сути, это один фрагмент под названием Сива. Здесь есть еще черная пещера, Фаюм. Тут много чего есть. Мемфис. Не, карта, смотри, довольно большая. Довольно большая, да. Бриняка. Симпатично. Вообще-то да. Главное, чтобы карта была не то, что там большая. Главное, чтобы она насыщенная была. Чтобы там было на что посмотреть. Но, повторюсь, пока что мне нравится. Сейчас пойдем в открытый мир. Ну, то есть, пройдем вот эту миссию. Так будет с каждым, кто ослушается воли Медуна Мона. Эй, куда мы поскакали? Я же за ним хотел. Так, как бы тебя назвать по-египетски? Платвикус какой-нибудь? Хотя это скорее римское. Но ты будешь Платвикус. Родной мой верблюд. Офигенный. Так, у него шерсть по технологии. В виде RFX или нет, сделано. Вроде да. Выглядит симпатично. Да посмотрим вообще, что-то по спецэффектам. Ну, то есть... Как это вообще здесь посмотреть? Как мне выйти? А, вот. Я так поверхностно посмотрел настройки, на самом деле. Смотрим, что здесь есть. Так, все самое высокое стоит, да? Ну, пока что прям вот этого вот не вижу. Того, чего хотел посмотреть. Всякую там шерсть и тому подобное. Слушай, давай сменим, кстати говоря, колотуху. Она прикольная, она разбивает людям пахи, но... Временами этого бывает недостаточно. Можно кулаками бить просто. Так, отравление при попадании. Это тоже опое какое-то отравление при попадании. И я буду пока что обычным, потому что это реально ломает игру. То есть эти вещи слишком сильны. Отдыхай, друг. У тебя был тяжелый день. Нет, отдых не для меня. Нужно готовиться к бою. Хептеппа! Хептеппа! Солдаты снова! Баек? Рабья! Рабья! Я так боялась! Конечно, боялась. Ты ведь меня знаешь. Ну и ну. Раны, ушибы. Ерунда. Сядь! 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 Все поправим. Ты все такая же. Айю, тебя. Сколько ж я вас лечила. Защищала от старших. Все изменилось. Но ты так же крепок. Я про это говорю. Посмотрите. Главный герой детализации лица. Он как... Ну не как живой, но он прикольно анимирован. Посмотрите теперь на остальных персонажей, которые здесь есть. Они как буратины. Все до одного. Все до одного из тех, что я пока видел. И важные сюжеты, и неважные. Возможно, конечно, их скоро убьют. Ну как там, пролог в любом ассасине начинается с этого. Так, стрельба из лука. О, зажимать можно? Угу. Понял. Где вон там? Вон есть еще стрелы. Ну там рядом колчан был. Ну... Хэбзефа! В чем дело? Тебя ищут солдаты! Ну... Идем. Живо. Проследи, чтобы никто не покинул дом живым. Хэбзефа! Нужно поговорить! Намарх Руджик убит! Возможно, виновен твой друг Меджай! Выходи! Помоги очистить его имя! Окей. Сейчас я выйду. Уже спрятались. Хе-хе-хе. Серьезно. Теперь они найдут письма и сожгут мой дом. А меня казнят. Не волнуйся, все будет хорошо. Я с этим разберусь. Спрячьтесь. Осторожно. Эм. Вас заметил противник. Он подойдет поближе и изучит установку. Вот так, присели. Покажись! Тихо. Нас не видно. Он слишком близко. Не волнуйся, сейчас все будет. Эй! Спрятанно. Так, хорошо. Эм. Что ты? Я, говорит, не упущу уж. Ладно, подслеповатый, подслеповатый. Ну, типа, сидит в кустах тела, так, короче, смотрит на него. Ну, это игровые условности. Такое в последнее время есть и там, вон, во всяких... Застанем его врасплох. Конечно, застанете, конечно. Так, я же могу хватать людей? Но я не буду хватать людей. И в Assassin's Creed, и вы его увезли на недавнем. Торос тоже отжигала, помните? Оружие наготове. Нас никто не застанет врасплох. Никто. Сободен. Я могу их обыскивать, но я что-то не обыскиваю. Слушай, а парни, типа, живые, смотря, они там кочевряжицы. Ясно. Так, вон там наверху еще один. Этот, я думаю, кочевряжицы не будет. Могу я вот так? Я сейчас винт ушами попробую сделать. Но при всем при этом, это самый обычный ассасин. То есть он безошибочно узнается. Идет его в приколы. До свидания. Боже, как же я хорош. Какая же у меня бородища. Ну мало ли, вдруг ты кому расскажешь, что я хорош. Пока прикольно, пока мне все нравится. То есть, ну я думаю, что это временно, но... Я не слаждаюсь процессом. Да. Мне нравится сеттинг. Мне вообще плевать на главную герою, он мне не нравится. То есть, пока никакой симпатии. Но я думаю, что это время. Надо немного успеть... Я не могу записывать больше, чем 30 минут по условиям эмбарго. Поэтому нужно успеть за 4 минуты показать немного открытого мира еще. Либо нам придется вернуться со следующей серии. Но попозже. Ты обладаешь божественной силой. Но наша главная беда, этот человек. Медунамон. Люди надеялись, что он все изменит. Мол, жизнь наладится. Вскоре мы узнали правду. Слушай. Я серьезно опасаюсь за твою семью, жилец. Отправлю их в более безопасное место. Вот этот человек твой враг. Я найду его и убью. Медунамон намного сильнее, чем кажется. И окружил себя лучшими воинами. Мне все равно. Ты погибнешь. Чтобы убить этого тощего мерзавца, нужна подготовка. И уж точно доспехи получше. Да, я сделаю их сам. С оружием сложнее. Солдаты унесли из деревни все. Поговорю с кузнецом. Да. Думаю, Бенипи поможет тебе с этим. Может, и Сену найдет что-нибудь. Сену? Сену жива? Сену, это ты. Красавица. Рабия выходила ее. Спасибо ей. Людям нужна твоя помощь, Байк. И они готовы помочь тебе. Это наш аналог местный вышек. Задание выполнено. Тысяча единиц опыта. Ты знаешь, пока мне многое нравится в этой игре. Я не могу сказать, что в нем многое в ней не нравится. Вот что я могу тебе сказать. То есть, оно симпатичное. Тут открытый мир. Ну, это стандартно для ассасина. Но он вроде пока что, я не успел его оценить. Но он выглядит симпатично. Он выглядит любопытно. Так, новые задания, да? Что у нас здесь? Подготовка. Байк должен походиться и изготовить все снаряжения получше. То есть, мы можем сейчас заняться открытым миром. Мы не будем ничего спойлерить в игре. Но это придется оставить похоже на следующую серию. Если все, конечно, будет хорошо. Так, мы можем надеть другой костюм. Пустынный кобра атакует своих жертв стремительно, как ветер. Ну ладно, давайте сломаем баланс хотя бы в этом. Надо раздобыть кожу. Так. Ага. Полетала, посмотрела. Путешествует. Быстрое перемещение. Вопросик. Ага. Ну она вон туда вообще, если что. 300 метров в ту сторону. Хорошо, давайте посмотрим на открытый мир. Я в предвкушении, потому что открытый мир это главное, с чем можно налажать. Но при этом, если сделают интересно, то может получиться вполне себе неплохо. Не знаю. Посмотрим сейчас, посмотрим. Вы пока пишите в комментариях свое мнение по поводу того, что вы увидели. Что вам нравится, что не нравится. Будет интересно почитать. Я пока, честно скажу, не сложил своего мнения по поводу этой игры. То есть здесь пока в равных пропорциях перемешано хорошее, плохое. Очень много для меня тащит сеттинг. В свое время мне вот не нравился, допустим, Assassin's Creed 3. А вот Black Flag на той же механике нравился, потому что там сеттинг педалил. Там пиратство и вот это вот все. И здесь, я думаю, будет примерно так же. Так что, в общем, увидимся в следующей серии. Всем пока.